В канале уже есть рецепт Кюнифе, где мы были в специализированном магазине, где мы и сами готовили дома, вы можете посмотреть. А также мы сегодня также готовим из этого теста Кадаив, это десерт, сейчас мы вам покажем, как его приготовить. И такое тесто, в принципе, невозможно приготовить с самой дома, потому что его очень тяжело будет так тоненько очень порезать, потому что оно называется Инче Кадаив. На среднем огне, при тесто Кадаив, посмотрите, оно как соломка такая получается, это не вермишель, это тесто. Будем обжаривать. Будем медленно-медленно его готовить. Вот уже можно видеть, что цвет немножечко меняется. Один литр молока нам нужно. Три стакана сахара, сахарного песка. Три плава. Так, а, так, таких же муки. Триста грамм Кадаив. Триста грамм вот такого тонкого теста Кадаив. И 125 грамм сливочного масла. Микрос и молоко, и также масло. Начинает менять цвет, такой более золотистый. Мы добавим одну столовую ложку сливочного масла и добавим сахар. Как много сливочного масла вы добавили? Половину стакана сахарного песка добавим сейчас скоро. И одну столовую ложку масла. Потому что уже цвет меняет, уже такой вот запах даже становится. Пора уже добавлять. Значит, говорят, что в магазине уже продаются и готовые. Это готовое тесто Кадаив. Но такое вот еще не было готово. То есть его надо самим готовить. Просто на сухой сковороде отжарить. Ну вот, практически уже готов. Ну вот, смотрите, как поменял цвет, красивый стал. Сейчас нам нужно будет одна столовая ложка масла. Масло. 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 Значит, говорит, мы продолжим с маслом, потому что половина уже прожарилась хорошо, половина еще до сих пор белая. Поэтому мы продолжим в сковороде уже с маслом. Мы уже добавляем в масло тесто Кадаив. И хорошенько перемешиваем. Такой аромат стоит. Классный вообще. Ну вот, масло с этим тестом Кадаив. Здорово. Вот он получается. Смотрите, как красиво. Я даже себе не представляю. По-моему, этот десерт сейчас добавляем. Когда мы mix up with the butter, we put half glass, three glass. Сахарный песок добавляем. Сахарный песок добавляем. Добавляем сахарный песок, когда уже с маслом хорошенько Кадаив размешали и добавляем его. Получится очень вкусненько десерт. По-моему, он такой сворачивается в рулон, ну как не в рулон, а рулетик. Также с сахаром перемешиваем. Чтобы продолжать на... Этот десерт рассчитан на десятерых, на двенадцати человек. Теперь молочную основу будем готовить. Для этого нам понадобится литр молока, как мы уже сказали. Три стакана сахара и три. И будем размешивать, пока консистенция станет такой густой. 150 грамм масла сливочного. Добавляем сюда. И добавляем два пакетика ванильного сахара. Размешиваем, пока будет консистенция такая однородная. Подтяжка на пакетиках. Прижимаем подаив вот так вот, чтобы образовалось. Теперь мы положим в холодильник на 3-4 часа. Нужно так хорошенько онтрабовать, чтобы получился такой рулетик. Такие рулетики из этого кадаифа. Посмотрим, что выйдет. Продержали часов 5, наверное, в холодильнике. Разрезаем. Сейчас попробуем сделать. Орешки сверху посыпаем. Какие орешки вы любите, обычно здесь такие фисташки, знаете, такое с горочкой, так красиво, но мы посыпем обычным арахисом, потому что у нас арахис есть. Вы можете по своему вкусу, какие орехи любите, выбрать любые. Угу. вот так вот такая красота получается смотрите можно было бы просто поменьше делать вот молочный мухалибе и получится рулетиком как бы ну и она выглядит так красиво сверху мороженком любыми орешками и такая вкуснятина получается thank you very much и